День строителей отмечали всем городом День и на футбольном поле Сначала приехать, чтобы потом добежать В Камском полумарафоне участвовала команда Нифас На Кузнечном заводе в рамках первого этапа Инвестиционного проекта модернизации предприятия Появилось новое оборудование Два высокоскоростных дискоотрезных станка Благодаря этому теперь заготовительное производство Сможет повысить объемы выпускаемой продукции Улучшив не только качество, но и условия труда На горячей объемной штамповке Использование таких высокоскоростных дискоотрезных станков На Кузнечном заводе практикуется с 2014 года Поэтому камазовцы ждали две новые единицы Этого оборудования особо Их поставка стала возможна в рамках первого этапа Модернизации завода Станки имеют ряд серьезных преимуществ В первую очередь данное оборудование позволит нам повысить качество Что является одним из требований сторонных потребителей Таких как Volkswagen Также позволит улучшить условия основного процесса горячей объемной штамповки Во-вторых, новое оборудование дает возможность Оперативно работать по заявкам производственных корпусов Заготовки выдает с точными геометрическими параметрами А это значительно поднимает их качество И улучшает условия для операции штамповки Дискоотрезные станки сегодня работают в три смены Один оператор обслуживает две линии одновременно То есть высокая автоматизация линий позволила сократить количество производственного персонала А вот энергоэффективность стала выше Данное оборудование позволяет не использовать газа Который сейчас на данный момент у нас используется на линиях пресс-ножниц, фичи Потому что там идет нагрев через нагревательную печь, шкода На этом идет приличная экономия в плане затрат на энергоресурсы Каждый станок рассчитан на производство до 300 тысяч заготовок в год Сегодня таких современных станков в цехе рубки металла уже пять Программа реинженеринга кузнечного завода намечена и проходит в два этапа Если первый нацелен на организацию производства паковок коленчатых валов для легковых автомобилей То на втором предстоит глубокая модернизация производства паковок коленчатых валов И балки передней оси для грузовых автомобилей Маргарита Кузьмина, Любовь Захарова, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа На пресс-авраамном заводе очередное событие Цех сборки, сварки кабин отныне целиком соответствует статусу эталонной Экономический эффект от внедрения здесь преобразований уже превысил 4 миллиона рублей Несколько месяцев мастера во всех бригадах проводили картирование и анализировали состояние процессов Предлагали варианты их оптимизации Поступило 250 кайдзен предложений и большинство из них были внедрены О самых наглядных изменениях наши корреспонденты Во-первых, в цехе решили перегруппировать оборудование таким образом, чтобы исключить лишние перемещения По возможности заменить любую транспортировку внутри участка При такой схеме работы больше шансов исключить простое оборудование А качество заготовок сохранить Вот один из примеров По воротам крана перемещают тележку с позиции на позицию Раньше эту работу проделывали три женщины, то есть перемещали вот так Как говорится, все гениальное просто Плюс позаботились о здоровье женщин Перемещать тяжести вручную теперь не нужно Во-вторых, оказалось, что в модернизации нуждается и относительно новое оборудование Которое запустили всего-то пять лет назад На первой позиции сборочной линии новых моделей кабин в процессе работы нагревались сварочные клещи Приходилось останавливать работу, в том числе и с соображением безопасности Ремонтники не раз перемонтировали охладители, но долгосрочного эффекта так и не добились И вот решение было найдено, когда изначальную схему подключения изменили Разделили клещи на два шкафа управления и эту проблему сняли Клещи постоянно нагревались, проблему мы сняли То есть это улучшило качество плюс безопасность А еще увеличили срок службы электродов Всего же в рамках проекта в цехе появилось 20 новых эргономичных рабочих мест Проведена серьезная модернизация оборудования и оснастки Но уверены в цехе, эталонный статус вовсе не означает, что использованы все ресурсы по улучшению Хотя бы потому, что даже эталоны могут совершенствоваться Алсу Валеева, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа С широким размахом отгремел в Автограде День строителя Профессиональный праздник начался с возложения цветов в Бате Памятнику легендарной личности Первому руководителю КамГЭС-энергостроя Евгению Батынчуку Под руководством которого строили и набережные Челны И КамАЗ, и Нижнекамскую ГЭС Далее торжества стартовали в парках и скверах города Ну а главное действие по традиции состоялось на майдане парка Прибрежный Именно здесь чествовали ветеранов-первостроителей А помнишь ли, друг мой, как все начиналось Первый камень и мерзлой земли первый ковш Как над камой рекой вечным зовом вздымалось Это емкое, громкое слово Даешь! Давать больше, строить, возводить и создавать новую жизнь Такая задача 50 лет назад стояла перед всеми участниками ударной стройки Молодые ребята со всей страны съехались туда Где сейчас красуется итог общей работы Город на каме и автогигант Ветераны сейчас не перестают вспоминать рабочие будни в резиновых сапогах и касках Многие из нас приехали сюда совсем молодыми Кто-то строил город, кто-то строил КамАЗ Нам досталось тоже поработать на РИЗе Хотя мы вроде как приехали инженерами, но тоже хлебнули трудовой вахты Я работал на стройке Колонны торчали, РИЗовские Пришлось на стройке поработать И все интересное, жизнь на КамАЗе прошла замечательно Мне все нравится Я не жалею, что приехал на КамАЗ Приехал из Казани Друзья звали обратно в Казань, но пока я здесь Первостроители и сейчас передают свой опыт КамАЗовской молодежи И в День строителя нынешние ветераны, как много лет назад, прошли колонны по Майдану и открыли торжественный праздник Для нас очень важен этот праздник, потому что мы все приглашены на этот праздник, наши ветераны приглашены на этот праздник Хорошо, что у нас есть такие люди, наши ветераны, которые могут нас чему-то научить, могут нам что-то подсказать Город известный всему миру И достойные люди продолжают работать Нам везет, мы счастливы тем, что люди, которые этот подвиг совершили, они живут среди нас И мы не только на экране по кинохронике можем увидеть, что происходило А мы это видим воочию, мы знаем этих людей Поздравить челнинцев с Днем строителя по приглашению генерального директора КамАЗа приехал уже полюбившийся Автограду музыкальный коллектив хор Турецкого Вместе с артистами горожане пели знакомые песни и даже пускались в пляс Олеся Новаковская, Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко, Вести КамАЗа Сотрудники строительных компаний объединились и вышли против камазовцев Но тихо, без паники, тут нет никакого криминала Все решилось мирно, правда, с определением победителя В минувшую субботу в парке Гренада прошел товарищеский матч, который был приурочен к 50-летию КамАЗа А также ко Дню строителя Кто победил, интригу раскроют наши корреспонденты Лето в этом году редко балует теплыми деньками, но заводчанам и строителям повезло В день товарищеского матча дождя не было Еще одним приятным бонусом стало то, что игра проходила на большом стадионе В таком формате эти команды встретились впервые Сегодняшний формат 11 на 11, то есть большой серьезный футбол, который любят миллионы Обычно мы играем в формате чуть попроще, в формате Евролиги 8 на 8 Но ребята у нас все в прошлом занимались футболом, все тренировались, кто-то в КамАЗе, кто-то в строителе Посмотрим результат сегодняшней игры, покажет, кто больше готов Игра обещала быть жаркой не только из-за погоды, но и настроя спортсменов Каждая команда выходила на поле побеждать И тактикой выбрали атакующую игру, стараясь не подпускать соперника к мячу Когда что-то касается футбола, у нас всегда эмоции положительные, потому что как бы все любят футбол Вот и все Не только любовь к футболу, но и поддержка болельщиков придавала уверенности в победе С первых же минут матч складывался напряженным Открыть счет удалось футболистам профсоюза КамАЗа Автором этого гола стал Медихат Батимиров Мать-то хоть товарищеский, но все равно мы будем выкладываться, стараться Чтобы показать красивый футбол Мы всегда, когда выходим на поле, ну неважно какая игра, но стараемся выкладываться Вот и выложились Во втором тайме заводчане отправили в ворота строителей еще два мяча На что соперники ответили только одним голом Победу в товарищеском матче со счетом 3-1 одержали футболисты КамАЗа Маргарита Кузьмина, Эльмира Гайнудинова, Радик Ганеев, Вести КамАЗа Самое любимое время года любого школьника – лето Но оно незаметно прилетело, а теплых дней почти и не было Дожди, холод, слякоть Чтобы раскрасить каникулы яркими цветами Заводчане решили организовать День КамАЗа в оздоровительном комплексе Сулык Ребята провели время весело и с максимальной пользой Они попробовали себя в роли сотрудников автогиганта И без подарков никто не остался Заводчане сменили место работы и устроились в оздоровительный комплекс Сулык Но только на сутки в рамках Дня КамАЗа С 2016 года мы проводим данное мероприятие в школах города В образовательных организациях города Набережной Челны И в этом году, этим летом, решили провести данную программу на территории лагеря Сотрудники завода двигателей, литейного и прессово-рамного заводов подготовили увлекательную программу В которой приняли участие около трёхсот детей Они собирали КамАЗ, поучаствовали в квесте и различных мастер-классах Маг авторали, они сегодня познакомятся с атрибутами КамАЗа То есть они сегодня почувствуют на себе униформу Им поносят они Они соберут КамАЗ Хоть и игручатый, но соберут КамАЗ А затем собранный КамАЗ испытывают на прочность, выносливость и скорость На имитированном полигоне Чья модель лучше себя покажет, тот и победит У меня на КамАЗе работала бабушка, я сам хочу работать на КамАЗе И собрали машину Сотрудники прессово-рамного завода подготовили для ребят серьёзное испытание Сборка железной модели грузовика После чего, переодевшись в спецодежду, участникам предстояло покрасить КамАЗ А на специализированной площадке от литейного завода отливали свечи Таким образом дети получили представление о работе литейщиков Мы сегодня делали свечки, я сделала себе фиолетовую свечку, но это прикольно делать И собирали КамАЗ, я его покрасила в красный цвет А в завершении дня КамАЗа победители получили призы Впрочем, без подарков в этот день никто не остался Всем участникам вручили памятные презенты Екатерина Романова, Эльмира Гайнудинова, Дмитрий Кравченко, Вести КамАЗа Все бегут, бегут, бегут В набережных Челнах состоялся Камский полумарафон Проводить эти соревнования в Автограде, которые славятся своими широкими проспектами Уже стало доброй традицией И несмотря на пасмурную погоду, забег легкоатлетов все же состоялся В соревнованиях участвовали не только челнинские спортсмены, но и бегуны из соседних городов Всего более трех тысяч человек Среди участников сотрудники дочерней компании КамАЗа автозавода Нифас За их результатами внимательно следила наша съемочная группа Набережные Челны встретили спортсменов дождем и холодом Но по словам легкоатлетов, в такую погоду бегать даже лучше Уж это сотрудники Нифаса знают точно Принимают участие в соревнованиях не первый год В этот раз нефтекамская делегация приехала в составе 36 человек Которые участвовали во всех дистанциях 3, 10 и 21 километр Люблю спорт, люблю заниматься им, свободное время от работы занимаюсь Летом это легкая атлетика, бег в основном Зимой это лыжный спорт Из-за этого поддерживаю команду, командный дух На ране со всеми сотрудниками сегодня участвую в пробеге В Набережных Челнах я уже участвую в третий раз Каждый раз я бегаю пока 10 километров Но надеюсь я увеличу свой старт до 21 Подготовка уже идет полным ходом Каждодневные тренировки Погода не мрачная, отлично для бега как раз Это не жарко и это хорошо В прошлом году было жарко и было тяжело бежать Ежегодно от соревнования к соревнованию Дружная команда легкоатлетов пополняется новыми бегунами Я сегодня пробежала сама лично 3 километра Это конечно у меня не первый забег, был первый в Казани Сегодня я еще раз повторила Надеюсь, что в лучшем результате Честно, я даже не посмотрела на время Потому что когда бежишь, действительно захватывают эмоции Это какой-то драйв По словам заводчан, такие соревнования еще больше сплачивают коллектив Во-первых, улучшаются спортивные результаты Во-вторых, дела на работе Ведь Нифас лучший И сотрудники готовы доказать это на деле Нифас добила нас! Олеся Новаковская, Эльмира Гайнудинова, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа Такой была очередная рабочая неделя на КамАЗе А что готовит наступившее? Об этом расскажем 26 августа в 18.00 на телеканале Челны ТВ На этом мы, Анастасия Рудковская И Павел Михно, с вами прощаемся Всего доброго До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова